всем привет друзья ну что же подготовили мы 6 рамочники на тачке бакфаст покрасили пронумеровали и сегодня у нас будет такой тяжелый день обычный принципе рабочий день сегодня мы будем заселять 6 рамочники я решил снять это видео потому что многие в комментариях я помню спрашивали покажите как вы заселяете поэтому кусочек для вас снимем вот так мы поставили наши 6 рамочники они у нас будут стоять отдельно отдельным блоком пасека там семьи а 6 рамочники здесь ну что ж не будем затягивать видео поехали так друзья ну что же начинаем с первого покажем вам быстро славик будет ассистировать на камере смотрите есть несколько вариантов сделать 6 рамочники можно семью раздробить так сказать хлам и сделать примеру семьи чуть ли не 10 таких 6 рамочников можно без ущерба для семьи допустим чтобы собрать мёд ну короче чтобы никакого ущерба семьи не было можно делать понемножку в принципе что мы наверное будем делать будем понемножку делать или в разрыв к вам так посмотрим по себе ну короче будем смотреть по ситуации что нам надо нам нужен 6 рамочник нам нужен однозначно какая-то чуть-чуть кормовая рамочка с кормом подготовленные рамки сушью зачем она надо чтобы когда мы отсюда заберем растут чтобы в семье вас восстановить количество рамки ну и поехали так вот у нас семья есть принципе наличие пчелы есть все есть чуть-чуть им дымком хоть это и бак вас но нужно и все но успокаивать чтоб не мешали работать ну и смотрим в принципе нам нужно найти матку чтобы ее не перенести медочек свежий есть перга есть кстати по пыльце бак вас довольно таки неплохо носит пергу пыльцу вернее так в принципе вот эту рамку мы можем забрать с кормом сразу забрать ее в 6 рамочных смотрим тут у нас уже засел пошел есть еще несколько вариантов по по поводу пчелы так как мы будем 6 рамочники тут отбирать и буквально же сразу на этом тачке слова покажи вот тут же сразу же ставить эти пчелы то большая часть пчелы то большая часть пчелы она просто вернется в семью поэтому нужно трусить пчелу с запасом чтобы она когда вернулась чтобы в 6 рамочники осталась какая-то пчела если же более четко можно контролировать то это надо с вывозом то есть натрусить пчелу и вывозить другое место туда мы будем четко контролировать количество пчелы в уле то есть мы будем видеть сколько мы натрусили столько и останется в данном же случае чуть чуть труднее потому что мы не знаем какая часть пчелы слетит обратно так ну вот есть расплод расплодная рамочка довольно таки неплохо чтобы был рамка с расплодом такая как бы крытая и был и такой открытый чуть-чуть расплод чтобы побольше пчелы осталось ну и в последующем мы будем в этот 6 рамочник мы сейчас оценим ситуацию то есть посмотрим на рамки потом в 6 рамочник через определенное время мы дадим просто маточник на выходе и все вот сама матка вот меченая матка это у нас f1 первое поколение б 140 томас рупель матку мы можем чтобы чтобы не дай бог не забыть не струсить и так дальше мы просто над можем сделать и вот так то есть положить и все и не беспокоиться что мы матку куда-то денег ну что же принципе матку мы нашли наша задача теперь трусить пчелу на 6 рамочник все очень просто если вы хотите чтобы 6 рамочник был посильнее то можно его как бы побольше расплода там допустим две-три даже рамки так все тут нормально расплода тут хватает в принципе поехали да вот берем рамочку с расплодом расплод перга открытый расплод сколько будем брать дерево ними ли не то до дерево но от рамочку расплода тут уже у нас кормовая с пчелой была рамочку расплода и мы можем натрусить сюда пчелы сюда много вернется рамочку мы можем прикрыть вот вот у нас появилась эта кормовая тоже все у нас тут кормовая расплод кормовая можно сделать кормовая расплодный заставной у нас заставных нету поэтому мы их не будем использовать ну и в принципе теперь можно просто натрусить сюда пчелы вот так раз с открытого расплода можно вот открыть открытого 2 получилось что здесь 4 рамки пчелы половина пчелы отсюда слить и накрываем это пленочкой по камень потому что он слабыш ему нужно сохранять тепло поэтому ночи еще холодно закрываем пленку в летний период и зимний мы используем сетку все 6 рамочник готов и относим его на место дислокации тут все мы потом по заселим все поровняем один леток туда один леток сюда все 6 рамочник готов часть пчелы слетит и мы туда поставим не раньше чем через три дня в идеале это пять дней маточник на выходе и все и матка облетится и там пойдет 6 рамочник это в принципе такой средний и небольшой не маленький можно сделать его сильно можем взять его более слабый и в принципе так последующим начинаем делать и второй третий можем не трогать а можем подеребанить все под ноль вот как то так так друзья мы взяли решили все таки не деребанить его в хлам поэтому мы сделали с этого уля всего два шести рамочника и теперь мы сюда просто доставляем рамочки с сушью и все семья в принципе пчела некоторая вернется она пополнится и дальше пойдет семья работать как обычная семья фух заселили друзьям и шести рамочники наши короче все просто некоторые семьи мы все-таки порвали оставили там буквально рамочек несколько с расплодом и для летной пчелы поставили рамочки под засев маточки много лет начала вернется как видите они уже облетаются кто-то вернется назад кто-то останется ну тем не менее в основном мы делали их три рамки рамка с кормом рамка с расходом семьи и кроющая рамка такая малометка и в принципе одну-две рамки с пчелой мы струшивали потому что пчелы стоят рядом очень много пчелы слетит если же вы будете отвозить допустим трусить его шести рамочники отвозите в другое место то там тогда можно с обычной такой семьи сделать гораздо больше то есть тогда вы можете контролировать в принципе вот и все рамочка расплоду рамочка с кормом кроющая рамочка и пару рамочек спряхивали и теперь в субботу в пятницу там надо будет посмотреть когда у нас маточники будут на выходе мы раздадим 6 рамочники маточник на выходе и все матки будут облетываться и дальше 6 рамочки пойдут работать мы будем тут только подставлять вощинку и все мы не будем ставить сушь мы будем добавлять вощинку чтобы во первых были свеже отстроенные рамочки новые и приятно было работать в принципе вот так мы и поработали и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok